Кадастровая палата На трассе в Башкирии произошло ДТП с участием большегруза с бревнами. Авария произошла на первом километре трассы Басурмановка-Нугуш-Сергеевка. КамАЗ вылетел с трассы и перевернулся. В результате пострадали водитель грузовика и его пассажир. В Иглинском районе проходит зональный этап конкурса «Молодая семья-2018». Он продлится до 10 октября. К участию приглашается семья в возрасте до 35 лет. Мероприятие проводится ежегодно с целью повышения статуса семьи. Финал конкурса состоится 19 октября в районном Доме культуры. По вопросам участия звоните по телефону 8-347-95-2-22-83. Баглино стало возможным получить электронную подпись. Ее ввели в целях развития и повышения доступности услуг. Документы, удостоверенные такой подписью, обладают полной юридической силой и действительно на территории всей страны. Напомним, что одно из преимуществ получения государственных услуг в электронном виде – это отсутствие очередей и возможность подать заявку в любое удобное время. Сделать себе электронную подпись можно в Иглинском офисе кадастровой палаты по адресу улицы Ленина, дом 44, кабинет номер 2. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8-347-292-66-00. В детском образовательном технопарке прошел день открытых дверей. В рамках праздника гости посетили шоу «Чокнутого профессора», а также приняли участие в интерактивной экскурсии с элементами мастер-классов. Для родителей провели ознакомительную беседу о методике преподавания, проектной деятельности и образовательных направлениях Кванториума Башкортостана-Сибур. Участники Дня открытых дверей получили заряд положительных эмоций и проявили желание стать частью команды Кванториума. 15 сентября Благовещенский арматурный завод совместно с благотворительным фондом ОМК «Участие» организовали забег «Кто бежит, все бегут». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского Дня бега «Кросснации-2018». В акции приняли участие около тысячи человек. Все они успешно преодолели дистанцию длиной в несколько тысяч метров. По результатам соревнований победители в различных номинациях наградили медалями и памятными подарками. Организаторы собрали более 38 тысяч рублей. Эти средства направили на реабилитацию 13-летней жительницы Благовещенска Валерии Ахмеровой. 22 сентября в Благовещенске состоится благотворительная акция под флагом добра. Она пройдет при поддержке Сибура. В программе праздника запланировано несколько мероприятий. В 14.00 на стадионе «Машина-строитель» состоится футбольный матч между командами «Звезд эстрады России» и сборной Благовещенска. А в 17.30 гости смогут посетить гала-концерт «Звезд». Он пройдет на площади перед городским дворцом культуры. Вход свободный. Трагично закончилась драка в селе Ибрагимово. В субботний вечер Валерий делал неадекватные выпады в сторону жены. Ее брат Сагид вступился за сестру. Он схватил топор и нанес ему три удара. После вышел на улицу и повесился. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они определили, что компания и супруга, брата жены и общего знакомого вместе выпили, поссорились и подрались. На данный момент ищут второго подозреваемого, совместно напавшего на мужа сестры. Известно, что преступник доходится в Кармскалинском районе. Сам Валерий в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Пешеходный переход построили возле поселка Октюбино. Само сооружение представляет собой светопрозрачное остекление. В нем предусмотрели вентиляцию и освещение. Для маломобильных групп круглосуточно работают электрические подъемные платформы. Ежедневно на этом участке проходит более 100 человек и проезжают около 30 тысяч автомобилей. 29 сентября в Кармскалинском районе пройдет 28-й международный Оксаковский праздник. Для подготовки и проведения мероприятий создадут Организационный комитет. В программе запланированы народные гуляния, выставки декоративно-прикладного и народного искусства. Также праздник пройдет в Уфе и Белебеевском районе. В Уфе 25-летний житель Тишмов задержан за кражу телевизора. Установлено, что водитель решил подвезти попутчика вместе с покупкой. По дороге его попросили подождать возле другого магазина. А когда пассажир вернулся, автомобиля уже не было. На данный момент дело передано сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Районный суд вынес приговор местной жительнице. Ее обвинили в невыплате средств на содержание дочери. Долг за алименты составил более 220 тысяч рублей. Известно, что ребенка воспитывает бабушка, а сама мать злоупотребляла алкоголем и имеет судимость. С учетом прошлого суд вынес приговор в виде 13 месяцев лишения свободы. Жительница Тишмов Ирина Вишнякова взяла первое место на празднике «Пчелотуй». Она победила в конкурсе «Лучший темный мед». Мероприятие прошло в Белебеевском районе. На нем гости и пчеловоды дегустировали и голосовали. Там же проходила эстафета. Участники изготавливали рамки на скорость и крепили вощину. Ее победителем стала башкирская команда. К слову, они же являются и организаторами праздника. Аграрии Благоварского района стали лидерами по сбору сахарной свеклы. Они выкопали почти 60 тысяч тонн. Всего в республике сладких корнеплодов убрано с площади почти 5,5 тысяч гектаров. Это 12% всех площадей. Валовый сбор свеклы составил около 160 тысяч тонн. А самая высокая урожайность отмечается в Аургазинском и Чешминском районах. 15 сентября в рамках Всемирного дня чистоты в Благоварском районе прошла акция «Сделаем 2018». В Языково привели в порядок спортплощадку, кладбище и парк. Волонтеры и школьники убрали горы мусора. Всего в районе приняли участие полторы тысячи человек. Они собрали около 325 кубометров мусора. Также в уборке задействовали спецтехнику. 14 сентября на Центральной площади Кушнарянково прошел Всероссийский день бега «Кросснации». За беги приняли участие 1200 жителей района в возрасте от 5 до 75 лет. Программа мероприятия прошла насыщенно. Организовали концертные номера и флешмоб. Также выступил сотрудник ГИБДД с напоминанием правил дорожного движения для велосипедистов и пешеходов. Активное участие в велопробеге приняли детские сады, школы и многие другие организации Кушнаренково. Кушнаренковские студенты встретились с депутатами района. Подобные мероприятия проводятся в рамках реализации проекта «Диалоги на равных». На встрече с молодежью присутствовали депутаты района Рустем Вахитов и Виктор Елисеев. Молодые люди смогли задать интересующие вопросы и обсудить актуальные проблемы в районе. Также они высказали свое мнение по вопросам реализации молодежной политики в районе. В Дюртюлинском районе прошли соревнования по велоспорту. Кушнаренковские спортсмены медали не получили, но показали достойные результаты. Также участниками соревнований стали велогонщики из Салавата, Октябрьского, Уфы, Дюртюлей, Чекмагуша и Верхний Еркеево. День оружейника в России День оружейника в России – профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Русские оружейники славились своим мастерством во все времена. В настоящее время образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире, и на оборонную промышленность работают десятки предприятий по всей стране. В этот день устраиваются праздничные шествия, митинги, концерты и салюты. К слову, в Туле в 2012 году в честь праздника около здания Музея оружия заложили аллею славы знаменитых оружейников. 19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории всемирный конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «Королева красоты». Отбирались девушки в финал по фотографии, присланным в адрес жюри. Участницам конкурса требовалось оставаться неизвестными широкой публике, поэтому они жили в отдельном доме. На соревнования их доставляли в закрытом экипаже. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукари. Ей досталась премия в 5000 франков. Погода на 19 сентября. В Благовещенске ночью температура воздуха плюс 8, днем 13 выше нуля. В Тишмах плюс 8 ночью плюс 13 днем. В Иглино ночью температура воздуха плюс 8 градусов, днем 13 выше нуля. В Кушнаренково ночью температура воздуха плюс 8, днем 13 выше нуля. В Карамаскалах ночью температура воздуха плюс 7 и плюс 12 днем. В Языково плюс 7 ночи плюс 12 днем.